здравствуйте если вы меня сейчас слышите это значит только одно что вы со мной на правильном канале и прямо сейчас я вам расскажу очень много интересных а главное полезные информации из сети это канал остроумно сегодня для вас общие рекомендации по верхнюю верному подбору носков для осени и зимы и так для осени или весны основой всех носочных изделий должен быть хлопок его должно быть более 70 процентов такая составляющая даст возможность кожи ног дышать и не потеть провоцируя появление грибка и опрелости еще возможен вариант для ранней осени и весны льняные носки их комфортно но такие изделия сложно стирать зимние носки это модели в которых основная составляющая шерсть плюс до 25 процентов синтетики конечно лучший вариант вязаные бабушки носочки но это не так во первых не в каждый сапог или ботинок влезет такой носок во вторых стопроцентная шерсть быстро изнашивается с тестироваться лучше приобретать фабричные шестяные носки они тоньше и более износостойки о цвете и размере несколько слов подбираем носочные изделия лучше выбор на становить на тех что на полтора два размера больше они не будут узкими их резинка не станет давить цвет носков также имеет значение белые носят лишь под спортивную одежду и обувь можно одеть под туфли телесного кремова цвета на такой носок яркие цветастые мультяшные рисунки носки могут носить только дети взрослые же стоит их оставить для дома универсальным вариантом является черные носочные изделия на но подчеркнуть стиль те что подобраны под цвет брюк джинсов или окрас ремня или галстука хлопковые носки слегка лоснятся шерстяные имеет небольшой ворс в офисе желательно переобуваться из шерстяных в хлопковые изделия чтобы не потела нога ну что же на этом у меня все более детальная информация есть о нашем сайте так что подписывайтесь раскидывайте это видео вашим друзьям и близким и конечно же ставьте лайки не забудьте нажать на колокольчик всего самого хорошего услышимся